Тающий весенний снег, вот цветы закаты на деревьях, купола храмов на фоне летнего неба, березы среди рязанских полей. Все это возникает явно перед зрителем, оказавшимся напротив картин Анатолия Ларюнина. У меня возникли какие-то слова. Тихая моя родина почему-то. Вот это такая характеристика этой выставки у меня внутри. Я пришел недавно, ну в общем людей мало, шуму совсем почти не было. И вот эта тишина, которая возникает внутри меня, вот она передалась мне, видимо, от работы Анатолия Григорьевича Ларюнина, ровесника нашего союза. 80 лет и тому, и другому. Выставка, которая открылась в художественном музее, приурочена к 80-летнему юбилею художника. Казалось бы, внушительная дата, но несколько минут беседы с мастером и все стереотипы о возрасте развенчаны. Последние работы, они несколько отличаются по тональности, по цвету. И это говорит о том, что действительно художник молод сердцем. Он ищет все время, не просто ищет, а находит какие-то красивые новые решения. Вот и поэтому его работы всегда интересно очень смотреть, потому что он творчески всегда на ходу и всегда в движении. Основной круг живописных поисков художника связан с лирическим пейзажем. Каждое движение в природе, мимолетность мгновения художник мастерски передает на холсте. С каждой картиной связана своя история. И лучше других об этом знает супруга Анатолия Григорьевича. Сама погруженная в творчество и вдохновленная народными мотивами. Художник-керамист Галина Сметанина. У нас там овраг есть, куда видно вешними водами яблоки скатываются из садов. И со временем, так как уже стали люди мало косить траву, и вырос целый яблоневый сад. И когда вот мы туда пошли, туман был, была невероятная красота, вот это ощущение. Мы набирали полные рюкзаки яблок и снова карабкались вверх. И вот это вот ощущение, просто оно лично и мной было пережить. Казалось бы, константиновские пейзажи знакомы наизусть. Художник уже не одно десятилетие рисует есенинские мотивы, но в рассветный час или в осенний туман один и тот же овраг выглядит иначе. Поэтому Анатолий Ларюнин, поднимаясь ни свет ни заря, в свои 80 лет все так же спешит с этюдником к любимым местам, чтобы увидеть их по-новому и запечатлеть на своем полотне состояние. Я очень люблю природу, рязанскую, особенно с есенинским уклоном. У нас избушка близко, сидя Фиякино, и поэтому я там по буграм хожу сколько угодно. И зимой, и летом, и весной, и в слякоть, и в дождь хожу, потому что это самые мои любимые такие мотивы. И у Есенина это есть, он тоже это все любил. В постоянном развитии и стремлении открыть новый способ передачи состояния природы на полотно, своего настроения и видения в картину, 80-летний Анатолий Ларюнин не останавливается, а его прогулки с этюдником по Есенинским холмам замирают на холстах сказочными мгновениями. Выставка «Полюбил я туманы и росы» открыта для посетителей до 29 ноября. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».